Друзья мои, вчера в Минске завершился хоккейный турнир, рождественский хоккейный турнир. За ходом следили десятки камер, в том числе и наших коллег из агентства теленовостей. Сегодня вечером они представят новый выпуск проекта на контроле президента хоккейный. И в нашей студии наш дорогой гость, которого мы очень ждали, Стас Липский. Но прежде чем мы с ним поговорим, давайте посмотрим анонс этого фильма. Каждый ждет чудо. Особенно под Рождество. Он дает в край, тот Стас Киршай, а вы оттуда открываете в середину. Поехали! К январским ледовым баталиям они готовятся в год. В конце каждой тренировки есть такая традиция, президент подписывает шоколадку. Мы воюем за эти шоколадки, можно сказать. В 16-й раз в Минске собрались лучшие любители хоккея планеты. Ну здесь все начиналось. Любимый хоккей! Чтобы выиграть Кубок чемпионов и подарить чудо на льду болельщикам. А юным надеждам открыть дорогу в большой хоккей. Класс, услышали, вас увидели. Так что вперед, распаковываем свою форму, смотрим. Пример спортивной дипломатии в действии. Международный рождественский турнир любителей хоккея. В проекте «На контроле президента». В среду, сразу после панорамы. На Беларусь-1. Итак, друзья, как мы уже сказали, с нами в студии наш коллега Стас Ливский. Стас, доброе утро. Доброе утро, Вера. Доброе утро, Глеб. Вескульт, привет, уважаемые телезрители. Всех с прошедшими праздниками и вообще с хорошим настроением. Спасибо большое. Слушай, ну ты был самый, ну можно сказать, один из самых приближенных людей. Видел все живую. И в гуче событий. Да, расскажи, как турнир прошел. На самом деле, хочется отметить, что я один. Просто объясню, почему. Потому что режиссер и мои коллеги, Алена Горельчик, еще идет понтаж. Сегодня вечером, да, накануне был финал. Закончился он поздно. Приехали сюда тоже поздно, поэтому работа еще кипит. Получится хороший материал, потому что побывали мы на самом деле на разных точках, в разных локациях. Одно из эксклюзивных видео мы могли только что наблюдать в анонсе. Это тренировка команды президента. Такого еще не было. Там страсти кипят на самом деле очень интересная, захватывающая. В общем, тренировка с участием главы государства. Да, с участием президента. То есть на тренировке все совершенно по-другому. Как признаются сами хоккеисты, есть президент, да, есть там работник такси, есть директор турагентства. Но на тренировке они все партнеры прежде всего. И хоккеисты, друзья, вот об этом будем рассказывать, как все проходит. Поэтому будет интересно с точки зрения того посмотреть, как внутренняя кухня устроена в команде президента. Как рождественский турнир проходил изнутри. И разумеется, мы, конечно же, львиную долю внимания посвятим золотой шайбе. Потому что два турнира идут параллельно, да, преемственность поколений, это здорово. Мастера рядом с юными ребятами, я надеюсь, это их вдохновит, и они, айда, вперед пойдут в национальную сборную. Потому что есть, есть таланты, и я думаю, все получится у них. А что вообще использовали при съемках? Где вам удалось побывать? Хороший вопрос. Спасибо, Вера. Это правда очень интересно. Ты еще рассказываешь об этом, обо всем так захватывающе, что даже я, человек, который, ну, пока еще не совсем близко участвует во всех этих знаниях. Ну, как же, твой сеть же хоккей занимается. Я говорю, пока еще не так, не настолько. Но все же теперь я сяду перед телевизором, буду, как и все, наблюдать. На самом деле, что использовалось? Камеры 4К, GoPro, так называемые Ronin, и даже в некоторых съемках коптер, это ключевой визуальный момент. Потому что передать все нашими новостными камерами, так называемыми EX-ами, сложно. А тут камера, она прям вживается в атмосферу происходящего и передает это максимально вкусно, что называется. Сочная картинка, ну, плюс еще точки, позиции, куда сложно забраться большой камерой. Поэтому, благодаря тому, что использованы максимально новейшие технологические средства, вот это передает еще больше ту атмосферу, которую мы видим своими глазами. Еще один маленький секрет. Скажи, удалось пообщаться с главой Международной Федерации Хоккея Рене Файзелем? В принципе, да. В принципе, как бы мы пообщались, он нет, да? Просто в этом году я был немного расконцентрирован, но моим коллегам, разумеется, однозначно, мы же вместе работаем. Поэтому, поэтому эксклюзивное интервью есть. Вот, плюс была встреча, да, во Дворце независимости. Хотелось бы отметить, что Рене Файзель, он, в принципе, к нашей стране очень тепло относится, к нам, журналистам, все время поздоровается. Всех помнит он, человек с хорошей памятью. Вот. И что самый интересный момент, он заявил, да, заявил Кристина Камыш, мои коллеги, что хотелось бы, чтобы рождественский турнир получил статус официального от ИИХР, да, от Международной Федерации Хоккея, чтобы он стал, может быть, еще на несколько рангов выше, нежели то, чем он является сейчас. Хотя все говорят, абсолютно все, с которым я пообщался, что это неофициальный чемпионат мира. Ты знаешь, вот мы подготовили, на самом деле, тебе очень много вопросов, но я поняла, что мы с Глебом сейчас выглядим немного слабее, с учетом того, как много ты говоришь, все рассказываешь. А у меня работа такая. Я предлагаю сделать вот что, не раскрывать уже всех секретов, потому что фильм еще монтируется, и я думаю, что к вечеру в любом случае они успеют, у них вариантов нет. Друзья, напоминаем, обо всем рассказывал наш коллега Стас Липский. Кстати, рождественский турнир, как вы знаете, это не только хоккейные матчи, это еще и помощь детям.